Я хочу обратить ваше внимание на четыре аспекта, о которых мы с вами, я уверен, все хорошо знаем и много говорили в церквях. А четыре аспекта того, что значило и с эффективной евангелизацией в первоапостольской или первой церкви. Но перед этим, когда мы коснемся с вами деяний апостолов 2 главы 42 стиха и далее, есть одна маленькая вещь, которой я все-таки хочу коснуться и которая, если вы мне позволите, сделала реминесенцию с 3 главой. В 37 стихе и 38 стихе 2 главы Деяния апостолов мы читаем после речи Петра. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, обратите внимание, что нам делать. Слово делать в еврейском контексте имеет гораздо большее значение, типа, что нам еще делать. Оно имеет значение, что нам практически делать. Мы же как бы люди праведные. Мы же делаем все по закону. Что мы должны еще сделать конкретно? Обратите внимание, они уже приняли Святого Духа. Они уже как бы уверовали, что нам делать. Люди говорят, этого достаточно. Вот вы уверовали, наслаждайтесь теперь. Это вера, которая без дел, о которой Яков говорит, она мертва. Ее нет, она смердит. Нет, труп. Что нам делать? Помните, мы говорили с вами, евреи, которые получили откровение при Синае, они сказали, на северный шма, сделаем и послушаем. Что мы со всем этим будем делать? Что нам, как нам жить? Как нам практически реализовывать свою веру? Обратите внимание, что отвечает им Шимон или Симон или Петр. Он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя, то есть пусть каждый из вас будет во имя, станет последователем имени Бога, если моя теория верна, от Евангелия от Матфея 28 главы, Бога Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. То есть вам необходимо прощение грехов, запечатывание Святым Духом, но вам необходима вещь, которая говорит, покайтесь. Что такое покаяние? Часто я слышу это, действительно говорят, что греческое метаноя, то есть это как бы некое прообразование, сходное с метаморфозами или перемена человека. Однако давайте мы еще раз вспомним, что все 100% присутствующих здесь, они все евреи. Почему? Да по той простой причине, что в храм никого другого не допускали. По той простой причине, что люди, которые говорили на разных языках, это как евреи, которые живут в России, говорят по-русски, которые живут в Америке, говорят по-английски, которые живут во Франции, говорят по-французски. Но все они евреи. Поэтому он объясняет им Петр в рамках еврейской концепции покаяния, не греческой концепции покаяния. Потому что, что бы там ни было дальше, кем бы ни был Лука на самом деле евреем или нет, и что бы он дальше ни делал в своих путешествиях, описывая Павла, будь то Коринфе или Фессалониках, здесь, на данном этапе, когда закладывается основание или фундамент евангелизации, мы говорим с вами о еврейском фундаменте евангелизации и о еврейском контексте проистекаемых событий того времени. Он говорит, каждый из вас покается. Чува бе шува, как это звучит на юриде, шува, шуву обозначает разворот, поворот на 180 градусов. Что это значит практически? Вы всю свою жизнь шли от Бога, удалялись. Человек никогда не бывает в состоянии нулевой инертной нейтральности. Он всегда либо идет к Богу, либо от Богу. Стояние на месте есть удаление от Бога. Ибо Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Не может быть состояния, я как бы не делаю добра Богу, но я не делаю зла. Не делание добра Богу есть делание зла. По определению. Поэтому любой человек, когда он не верует в Него, он удаляется от Бога. И чем дальше он уходит, тем труднее ему вернуться к воспоминанию себя невинного, если хотите. То есть наиболее близкий или шанс покаяния у нас был в раннем детстве. Чем дальше мы удаляемся от Господа Бога, тем более грех начинает брать силу в нашей жизни. И тем более силы зла не значат непреодолимые. Но тем не менее силы зла начинают действовать в нашей жизни таким образом, что они отталкивают нас от Бога. И мы планомерно и размеренно, иногда чересчур быстро удаляемся от Господа Бога с тем, чтобы в конечном итоге попасть в гиену огненную. Но в какой-то момент Господь Бог останавливает нас на этом пути. Мы шли от Бога. Чув разворот на 180 градусов. Но не статическое стояние. Мы были спиной к Богу. Сейчас стали лицом к Богу. Разворот с целью хождения к Богу. Это дословный смысл понятия покаяния или хазара бетчува на еврейском языке. Концепция, которая существовала в библейском иудаизме, которая существовала в ранней апостольской церкви, которая существует в еврейском христианстве до сегодняшнего дня. Покаяние не путать с признанием своих собственных грехов. Покаяние не путать с конфессией. Или приходим к батюшке и говорим, батюшка, я хочу покаяться, я хочу признаться в своих грехах. Признание в грехах или исповедь не то же самое, что покаяние. Покаяние есть понимание исповеди как первого шага к тому, чтобы поменять вашу собственную жизнь. Покаяние обязательно включает в себя активный элемент желания или принятия решений развернуться на 180 градусов и идти против своей плоти, которая заматерела все вот эти вот годы в том, чтобы идти против воли Бога. И, наконец-то, будучи ведомым святым духом, и вот эта вот духовная борьба, которая происходит во мне, это между святым духом, который живет в моей и моей плотью, постоянная духовная борьба, которая прекратится только с моей смертью. И вот как бы против этого встречного ветра моей плоти желание идти и направляться непосредственно к Господу Богу. Это и есть покаяние. А вовсе не сокрушение слезы по поводу, вернее, не только сокрушение слезы по поводу того, что я сделал. Еще один концепт очень интересный. Человек кается не в своих грехах, он кается в своей греховности, я подчеркиваю. Обязательным компонентом покаяния является покаяние не в своих грехах, количество и качество, которых мы просто не в состоянии запомнить. Очень много грехов, в которых я каюсь, я их считаю грехами. Но есть большое количество грехов, в которых я не считаю грехами, поэтому я в них не каюсь. Есть большое количество грехов, которые я теоретически считаю грехами, но я их не помню. Поэтому у человека нет никакой возможности покаяться в своих грехах. Но у него есть возможность покаяться в своей греховности. Или, иными словами, покаяться в своей некой валентности, используя химический термин греху, или невозможности не грешить. И тогда, если я признаю это, немедленным следующим шагом является мое стремление развернуться на 180 и пойти к Господу Богу. Без того, чтобы я к Нему не пошел, я не покаялся. Я хочу, чтобы вы поняли. Это интегральная часть элемента процесса феномена покаяния. Она включает в себя и единомоментное признание своей греховности, и немедленно следующее за этим продвижение Господа Богу. Если хотите, признание греховности и есть часть этого процесса. Неразделимое. С точки зрения Библии. Поэтому каждый раз, когда мне говорят, этот человек покаялся, но продолжает грешить, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Я понимаю, что человек может упасть. Но он никогда не будет сказать оправдание. Дух Святой, который живет в нем, будет его обличать. И он не будет говорить, ну все так делают, все так грешат. Ну что, я человек грешник. Он будет пытаться с этим что-то сделать. Есть огромная разница между людьми, которые осознают всю трудность, наследственность, алкоголизм, наркоманию, пристрастие, различные привычки, блуд, который у них был. Они борются с этим, они идут против этого. Они страдают, и Господь Бог любит их. И с теми, которые говорят, ну что, я покаялся, признал, и идет дальше туда же. Так вот, второе не является покаянием вообще с точки зрения Господа. Пусть вас не обманывают формальные номера или числа людей, которые якобы покаялись, признав факт своей собственного греха. Ну и что? Это часть интегральная и необходимая того, что называется покаянием. Чтобы подчеркнуть этот момент, в 19 стихе 3 главе покайтесь и обратитесь, чтобы было совершенно понятно. Вы понимаете? Покайтесь и обратитесь. То есть, как бы, примите, признайте, развернитесь и обратитесь. Здесь непременный элемент. Без него покаяния нет. Каждый раз, когда мы говорим о евангелизации для евреев или для неевреев, и если для неевреев, то обязательно и для евреев, и не может быть иначе. И должно быть взято из понимания, еврейского понимания. Мы должны постоянно подчеркивать это. Ваша жизнь отныне должна быть полностью измененной. Не может быть абстрактного, гипотетического, виртуального уверования в Господа Иисуса Христа. Я обсуждение его на христианских форумах. Вообще, как бы, закончил посмотреть форум, переключился на порнографический сайт. Это что такое? А там, как бы, добрый самаритянин или христианин. Нонсенс. Нонсенс. В христианстве есть состояние души и боль от осознания того, что мое тело, в котором живет Дух Божий, продолжает грешить. И вот это вот, знаете, мы приходим часто к Господу Богу, говорит, Господи, я там ворую, ненавижу это. Не ври. Ты не ненавидишь, ты любишь это. Приди и скажи Господу правду. Господи, я люблю это, и в этом моя проблема. Потому что, когда я говорю, что я ненавижу красть, я обманываю. Я люблю красть. И я хочу, Господи, чтобы ты убрал от меня вот эту вот любовь к кражам. Тогда я смогу обратиться. Теоретическое признание Бога мало что. Значит. Главный тезис, которым я хочу закончить. Это займет у нас еще несколько минут, но они стоят того. Вторая глава, 42 стих. Они постоянно пребывают в учении апостолов, в общении, в коломлении хлеба и молитвах. Я настаиваю, что эти четыре элемента являются абсолютным, обязательным, как бы, завершением процесса евангелизации. Они не отдельно. Вот евангелизация закончилась, теперь мы должны. Почему? Потому что Писание говорит, что хваля Бога и находясь в любви у всего народа, и Господь же ежедневно прилагает спасаемых к церкви. Обратили внимание? Благодаря вот этому четырехглавому фактору, о которых мы говорили. Учение, преломление хлеба, общение и молитва. Благодаря тому, что люди это видят, Господь Бог прилагает спасаемых к церкви. Это есть завершенный процесс евангелизации. Итак, первый элемент. Постоянно пребывать в учении. Люди, которых мы евангелизируем, у нас есть обязательства. Мы с вами выяснили в Евангелии от Матфея 28 главе, верно? Что одним из интегральных факторов евангелизации является постоянное пребывание в учении. Учении, которое Ре, Море, Тора, Виуре. Стрелять, учитель, Тора, родитель и так далее. Это комплексное отношение к любому человеку, которого мы евангелизируем. Мы хотим быть для него и родителями, и учителями, и вести его к этому пути, чтобы он строил на фундаменте, который называется Писанием. Обязательная вещь. Это первое. И очень важное. Второе. Они находились в общении. Что такое общение? С точки зрения современного русского языка, это когда два человека разговаривают друг с другом. Или делают что-то вместе. Ну, как бы, общение, общество, сообщество, общаться. Пойдем пообщаемся. Как бы здорово, хорошо, но в общении-то они находились в еврейском. Потому что, еще раз, на каком бы языке это ни писалось, это должно было иметь смысл, контент еврейский. На иврите общение это Итхабрут. Происходит от слова Лехбор или Хабер, которое обозначает Хибур, соединение. Мертвое соединение, которое соединяет людей на основании учения и на основании их веры. То есть, это гораздо глупо. Слово Хавер или слово товарищ или друг происходит от слова Хибур или Итхабрут. То есть, как бы, это состояние души, соединение с другим человеком. Не просто общение при помощи слова или при помощи взгляда. Это состояние душевного общения, соединение друг с другом и осознавание себя частью некоего большего общества, тела. И невозможность существования без этого человека. Это гораздо больше, чем просто знание того, что мы пришли и разошлись. Мы пришли в видимый контакт, но даже если мы не находимся в видимом контакте, мы постоянно молимся друг о друге, мы постоянно заботимся друг о друге. Мы, если хотите, не можем друг без друга. В идеальном Итхабруте или общении находится, скажем, моя рука и органы внутренние. То есть, как бы, даже если моя рука спит, мои внутренние органы продолжают заботиться и поставлять ей кровь. И нет возможности, когда один орган обходится без другого. Вот состояние Итхабрута – это состояние невозможности представить свою жизнь без жизни в тебе, твоею частью, рядом с тобой, другого члена, вот того, что называется Вселенской Церковью. Откуда мы это знаем? На основании учения. То есть, есть учение, которое предполагает вот такой вот Итхабрут. Мы идем дальше. И находится преломление хлеба. Под преломлением хлеба мы, к сожалению, воспринимаем некий ритуал, который происходит раз в месяц, или раз в неделю, или раз в год, из разной церкви, которые воспоминания о крови и теле Христовом, который, как Господь заповедовал нам, по-моему, в Евангелии от Матфея 26 главе, и потом в 11 коринфянам. Верно, отчасти, но не совсем. Некоторое время назад в районе Мегидо, все знают, кто такой Армагеддон. Гар – это гора, Мегидо, Гар, Мегидо – это Гар, гора, Мегидо. Там есть долина. Там есть долина. На этом месте в Израиле находится тюрьма. Сейчас тюрьма. А вот в IV веке, в конце, в начале IV века, там находилась церковь. Одна из самых-самых-самых первых церквей того времени, которая существовала. И в этой тюрьме раскопали алтарь, на котором, естественно, делалось хлебопроломление. Алтарь был обеденным столом. То есть, по сути своей, каждый раз, когда едите хлеб, все творите в мое воспоминание. Тут многие поступают так, что как будто бы у них дома нечего есть и пить. Если речь идет об этом кусочке хлеба, то никто не приходил бы есть и пить, потому что это было не есть. Так вот, во времена апостолов хлебопроломление было три раза в день трапеза, в которую люди собирались вместе, чтобы есть, общаться, молиться и учиться. И это называлось хлебопреломление. Иными словами, когда вы открываете свой дом по домам, преломляя хлеб для других людей, когда вы кормите других людей, когда ваш дом в те времена не было такого изобилия пищи, как сегодня, мы должны понимать, что Иисус не случайно сравнивает себя с хлебом жизни, потому что это был фундамент пищевого рациона. Сегодня вы, наверное, сказали бы соя жизни, или рыба жизни, или что-нибудь гораздо более важное. Но кто хлебом сегодня наедается? Это как бы даже неприлично об этом говорить. А где все диеты, макробиотическая, шияцу, я не знаю там что. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Тогда это был фундамент. И быть сытым означало быть богатым. Это означал признак благосостояния, признак поддержки, признак дарования жизни. Иисус говорит, жизнь и питание, очень часто он совершает чудеса кормления других людей. Потому что это важно. Поэтому, когда Писание говорит, находясь в хлебопреломлении, мы благодарим Господа Бога за то, что Он дает нам хлеб жизни, и мы имеем возможность этой жизнью физически делиться друг с другом. Почему? Писание говорит нам, в достаточно простых раз, что каждому человеку, когда Никодим приходит к Иоанну, каждому человеку надлежит родиться от воды и духа. Мы думаем, в христианстве существует традиция, при которой считается, что рождение от воды есть крещение. Не так. Или совсем не так. Потому что, когда Никодим приходил к Иисусу, Иисус не был христианином, и Никодим не был христианином. Иисус не был христианином, он был Христом, а Никодим был одним из членов Синедриона. И они рассуждали не в категориях будущего баптизма христианского, а они рассуждали в категориях существовавшего на тот момент библейского иудаизма. Так вот, в иудаизме родиться от воды обозначает родиться физически, из чрева матери, которая, как известно, на 70, 80 или 90 процентов состоит из воды. И сам человек состоит от такой же коллеги. Поэтому в иудаизме, если ты не рожден от воды, то ты не можешь родиться от духа. Иными словами, если ты не был зачат и рожден, то ты не можешь родиться свыше. Никак. Ты можешь умереть в утробе у матери, но ты должен был, тем не менее, с точки зрения Бога, рожденным или зачатым там. Потому что если бы моя воля, я бы день рождения называл не день появления в этом мире, а в день зачатия. В какой момент душа становится частью вот этого трихотомического или... Как мы говорим? Трихотомического или дихотомического существа, да? И мы нам трудно... Мы не знаем ответа, в какой момент, но фактом является простая вещь, что рождение от воды предшествует всегда рождению от Духа Святого. И вот этот вот символ дарования жизни физической, как непременного условия, предусловия дарования жизни духовной, поддерживается и здесь. Нам не надо недооценивать важность и нужность или значимость физической жизни. Я очень часто прошу церкви, в которых я говорю, молиться обо мне. И у нас есть в миссии, которой я руковожу, ну, есть такие фотокарточки, в которых там, как бы, я с семьей, я прошу положить эти фотокарточки в самое святое место, которое у людей есть. Они говорят, мы вложим в Библию. Я говорю, ни в коем случае. Библию вы открываете два раза в неделю. Это хорошо еще. Или один раз в неделю в воскресенье. И то, если на той странице вы там мою фотографируете. Я говорю, повесьте на холодильник. Потому что холодильник вы точно открываете, по крайней мере, три раза в день. То, значит, при большей важности четыре и пять раз в день. Это как бы ваша святая святых. Он еще и белого цвета. Как бы сделано специально. И действительно, потому что, что бы мы с вами не говорили, мы как бы, Иисус говорит, питает свое тело. Мы питаем свое тело. Это есть условие продолжения нашей духовной жизни, так или иначе. Поэтому, когда мы открываем, простите, свои холодильники и дома, и благодарим за это Господа Бога, вот важнейший элемент. Мы выполняем заповедь Божию о хлебопреломлении. Итак, они постоянно находились в учении, они постоянно находились, Писание говорит, в общении, в этой вот связи. И они постоянно находились в хлебопреломлении и в молитвах. Я буду заканчивать сейчас молить. Что такое молитва? Молитва, с нашей точки зрения, это некий список проблем, которые мы предъявляем Господу Богу к оплате. Он нам должен, типа что-то. Вексель. Потому что мы уверовали, теперь мы такие хорошие, мы говорим сначала, там, отче наш, сущий на небесах, дославится имя твое. Ну, покончили с этим, теперь займемся делом. И мы достаем, как бы, из правого кармана вот такой вот список, в котором есть огромное количество, считайте, просьб, по сути, свои требования, потому что немедленно вступает в силу принцип неотступности. Ты, Даш, по неотступности, естественно, Господи Боже мой, и мы говорим, что нам должен одно, второе, третье, это мы называем молитвой. А если он не дает, мы продолжаем требовать, это называется молитвой по вере. Так мы считаем. Дорогие мои, молитва, это вообще не об этом. Слово молитва на еврейском языке значит тфила. Тфила, вот так это звучит. Теперь, большинство из текстов, которые передавались в еврейском языке того времени, они передавались устно. И существует современное, слава Богу, критической литературе, богословское, такое понятие, как медиакритицизм, в отличие от буквального критицистского, который был раньше. Он говорит, что смысл слов был ассоциативный, так как они звучали. И вот понятие тфила неразрывно связано с понятием типуль, которое значит забота. И мы с вами, когда вы идете, например, к сегодняшнему донтисту, и вы хотите вылечить ваш корень вашего зуба, это называется типуль шорыш, или забота о корне, или по-английски to take care, или заботиться о чем-то. Мемя основами, наградой за молитву есть процесс молитвы, в котором вы смиренно обращаетесь к Господу Богу. Молитва, произношение ее вслух, сама по себе заботится о вашей душе и делает ее лучше. Потому что, если вы просите в смирении, то вне зависимости от того, получили ли вы то, что просили, ответ в таком случае да, или не получили то, что вы просили, но Бог изменяет вашу душу настолько, что вы и этот ответ воспринимаете как да, хотя это по сути своей нет ответа, то ваша душа изменилась к лучшему. Итак, наградой за молитву и ответ на молитву это вовсе не получение того, что мы просили. Подставьте в список все, что хотите, здоровье, денег, жену, мужа, детей, не знаю, должность правительства, машину с мигалкой, называйте как хотите. Все это не об этом. Суть молитвы сводится в том, что в процессе молитвы и в приведении своей души в смирение с любым возможным ответом на эту молитву, вы приводите ее в состояние, когда ответ всегда да, даже если он по своей сути нет, потому что ваша душа уже настроена таким образом, что она принимает любой ответ как господа как ответ на вашу молитву. Такой человек на самом деле имеет все, не имея ничего. Можно сколько угодно менять мир вокруг себя, но вы становитесь зависимыми от изменений, которые произошли в этом мире. Есть другой путь, поменять свою душу, сделать из вашей скинии, скинию походную, и тогда где бы вы ни оказались, в каких условиях бы находились, что бы с вами ни происходило, вы всегда счастливы и довольны, потому что меняется не обстоятельство вокруг вас, но ваша душа меняет обстоятельства. Это необходимые условия свидетельствования о своей вере. Четыре как бы ножки вот этого стола, который интегрально является понятием евангелизации. Я еще раз подчеркну, учение апостолов, общение, преломление и молитва. И тогда происходит чудесная вещь. Вдруг церковь находится в любви у всего народа. Скажите, церковь сегодня находится в любви у всего народа? Все, что угодно, только нет. Кстати, любовь не означает согласие. Любовь не означает согласие. Если вы любите свою жену, это не значит, что вы будете соглашаться с ней по любому поводу. Более того, вы иногда будете с ней спорить, потому что вы желаете ей блага из-за того, что вы ее любите. И это не всегда совпадение. Я еще раз подчеркиваю, единодушие не есть единообразие. Надлежит быть разногласием, дабы выявились более искусные во имя Господа Бога. Поэтому церковь, находящаяся в любви у всего народа, народ не мог не видеть благодатных дел, которые были в этой церкви. Народ не мог не замечать любви, открытости домов, сердец, улыбок на лицах, улыбок на лицах, я подчеркиваю это. Если на наших церквях повесят лозунги каждый, кто зайдет сюда, будет отплакивать всю свою жизнь и ждать, когда же он наконец умрет, Господи, забери меня скорее. Что это такое за богохульство? Господь даровал нам эту жизнь. Мы должны радоваться той жизни, которую он нам дает здесь и сейчас. Мы имеем все, но на наших лицах это не видно. Мы живем так, как будто бы мы в долгу перед нашими банками, а не так, как будто бы мы имеем на наших счетах неограниченное количество денег, а мы имеем. Но это никак не видно в нашей жизни. Мы всегда недовольны, мы всегда ворчим, мы всегда жалуемся на что-то. Нам всегда плохо, нам всегда мало, и мы ждем не дождемся, когда мы умрем. Знаете, если вы все эти лозунги повесите на вашей церкви, я не удивляюсь тому, что люди не приходят. И мне нечем ревновать. Если мы на самом деле любим Господа Бога, то у нас должна быть эта радость, которая видна другим. И люди начинают ревновать о такой жизни, потому что все хотят быть счастливыми. И если они не видят в нашей жизни счастья, они не ревнуют. Отчего ревновать? Кто ревнует о несчастливых, смурных, грустных, осуждающих, прискорбных лицах, которые называются лицами, исполненными смирения и благодати? Я не уверен в этом. Там гораздо больше самоуничижения, которое в описании от нас не требует, а требует от нас радость. И тогда, обратите внимание на эту последовательность, церковь полностью занимается евангелизацией через свою жизнь, через становление своей души, через явление это миру, через это мир ревнует о таких людях, даже не понимая источника, но хотят быть как они. и тогда Господь Бог, не церковь, холя Бога и находясь в любви у всего народа, кстати говоря, реконструировать текст, это даже не совсем в любви, там есть как бы муцехен баинав, или находясь в благодати глаз, как-то так точнее можно перевести, или как-то, да, вот в поле зрения благодати, когда люди видят вот эту вот благодать от Господа Бога у нас, тогда не мы, не евангелизационный комитет, не евангелист Петя, Коля, Моша или кто угодно, а Господь Бог прилагает кесарю кесарева, это не мы спасаем людей, слава тебе Господи, несчастная была бы церковь, в которой я спасал бы людей, я бы никого не спасал, потому что я бы сказал, те, которым надлежит спасти, Бог и так спасет, а кому не надлежит, то чем не прикладываться, его все равно не спасти, и все, так вот моя задача состоит в том, чтобы являть эту любовь Божию, показывать это в своей жизни, учением, словами, и общением, и молитвой, и гостеприимством, во славу Господа Бога, с тем, чтобы люди могли видеть в мою жизнь, ревновать о ней, и тогда Господь ежедневно прилагает спасаемых к церкви. На этом мы закончим этот урок, это и есть с моей точки зрения целостная концепция того, что Писание, библейская концепция, еврейская концепция, еврейская библейская концепция того, что называется евангелизацией. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok